Миньше чем энд и это матрица Это матрица и санксуле единицы Имеется натуральное кускло Я не помню как мы называли его весы Давайте назовем дубль В Дубль В Это число непревосходящее А также дан вектор Тоже не помню как мы его обозначали Давайте назовем его Машмар Вектор 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 В нем должно быть n-комбайл, такой, что выполняется в полном смысле. Во-первых, h умножить на x есть h маленькое. И, во-вторых, вес x, то есть количество единиц в этом векторе, не превосходит дубль. Значит, формально здесь даже никакого кодирования нет. Некоторые вопросы с правом над полиум-закулеметом. С точки зрения кодирования h, это проверочная матрица некоторого хода, нам задано то, что называется синдром, задано их при контроле суммы. И нас просят подобрать такой x, который дает на этой проверочной матрице именно такие контрольные суммы h маленькая. И во-вторых, x достаточно близко. Сейчас объясните смысл. Как это интерпретируется? Хорошо. Давайте я сформулирую чуть более привычный термин. Нам дан некоторый y, который мы считаем искаженным кодовым словом. И требуется каким-то образом найти цель по двумя условиям. Во-первых, расстояние между кемой y и z достаточно много. Давайте я выгоду сколько-то другое. И во-вторых, z это кодовое слово. То есть, а z это кодовое слово. Я утверждаю, что это ровно та же задача, потому что, значит, когда нам задают вот этот y, мы можем вычислить h, который есть. Но произведением проверочного матрица нашли мы контрольные суммы. Теперь нам надо подобрать разницу между y и z, так, чтобы вот эта разница была, во-первых, маленькая. То есть, y и z отличались меньше, чем у WB в битах. И во-вторых, вот эта разница компенсировала контрольную сумму y. Ну, это единица. Да, вот эта разница, в принципе, у меня здесь отправится. Это в одну сторону сведения, а в другую? В другую, если я нашел, если я нашел вот эту разницу, которая имеет, которая дает такие же контрольную сумму, что и Y, и я эту разницу прибавлю к моему y, у меня бы, конечно, лучше сподобаться. То есть, вот здесь я говорю, что я хочу найти в окрестности y кодовое слово. То есть, я хочу от слова y поступить на некоторый вектор x, так, чтобы получилось кодовое слово, и вот этот x должен быть маленький. А здесь я спрашиваю, вот как найти вот этот самый отступ x, так, чтобы он задал мне, так, чтобы этот отступ шел в нужную сторону, то есть, добавил нужную контрольную сумму. И во-вторых, содержал, может быть. А зачем мы переформируем сдачи? Из-за них, конечно, врачи. Но через 3 минуты я на вас включу. Потому что импотрудность этой задачи может доказать. Да, мы доказали, что вот эта задача. Нет, просто объясните, почему, вот, допустим, мы по Y умеем искать Z, да? Как мы тогда по H будем искать X? Потому что мы предполагаем, что у нас есть вот такой алкоголь. По Y дающий Z, ага. Хорошо. Теперь нам дают такое H. Да. Первым делом я найду как X, удовлетворяющий первому свойству, но не обязательно второму. А, решив систему после ней. Да. Я просто решаю систему удовлетворения уравнений. А, смотри, по X равно вот эти контрольные. Да. И, ну, тут уравнений больше, чем неизвестных. Но в любом случае, если эта система разрешила, я это решение найду. Ну, понятно. Какой это? А, какой это? Оно может быть далеко от нуля. Да. Ну, вот теперь я беру это решение и применяю к нему свой алгоритм декодирования. Хорошо. Значит, второй пункт. Вот у меня началось все с H. Я из него получил Y. Нет, вы Y получили. Нет, сначала я получил Y такой, что HY равен H маленькой. Да. Потом я из него получил... 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 Да. Такое, что расстояние между Y и Z мало и Z есть кодовостью. Ага, и поэтому, когда мы сложим это Z целиком... Теперь можно сложить или вычесть это, как хотите. И тогда H от X не изменится, потому что H от Y... Сейчас H от Z равному лю, вот, а вес X по условию маленького. Вроде бы действительно. Так что, да, задача, поскольку проекты мы уже доказали, что она NB полная, и эта задача она тоже была. Так, давайте я это сотру и напишу задачу, которая нас будет интересовать сегодня. Задача о кодовом расстоянии. Что в этой задачи дано? Опять же, нам дана деферная матрица H. Вопрос. Так, вот такая же такая же. Н строк. Наполучаю столбцов, Н строк. Ну, давайте считать, что я думаю, что Н. И дано. Дубль, Н. Н. Вопрос. Вопрос. Существует ли вектор X из-за вектор, который на векторе равен нулю? Во-вторых, в нём не больше, чем в уголе V единиц. И в-третьих, в-третьих, H умножить на X равен нулю. Сейчас можно смотреть это как на вопрос. В формате выбирающих вопросов, в терминах теории копирования это понимается так. Мы изучаем проверочную матрицу некоторого кода H. И мы хотим узнать расстояние этого кода. То есть мы хотим найти наименьшее количество столбцов, которые окажутся где-нибудь независимым. Выйдет то же самое. Мы ищем кодовое слово с наименьшим количеством единиц, которое только есть. Наименьшее минулевое кодовое слово, которое только есть. Так, про спрощение, а о чем нам не было интересно? Ну вес, а ты X меньше дуэлевое. А, да, да, да. Значит, у вас такой философский народно-корресственный вопрос, это про то, чтобы узнать минимальный вес кодового услуга. А вопрос задачи распознавания, это верно ли, что у этой матрицы соответствует код, у которого расстояние меньше, чем дуэлевое? Это тоже задача и нам не имеется. Мы хотим только доказать, что она НПД. С точки зрения нового хозяйства, это плохая новость, потому что мы знаем, что вообще, если порождать матрицу случайно, то с большой вероятностью получится код с достаточно хорошими свойствами. Но проверить мы это не будем. Не, ну на самом деле, мне кажется, неправда вы говорите. В народном хозяйстве зачем нам проверять? Если мы знаем, что шансы там 99,99%, то можно на эту маленькую... пренебречь маленькой вероятностью того, что генерируя случайно, мы получим плохой код. Но это все равно не произойдет. Но надо там несколько долларов брать сразу. И обоих будут шифровывать. На самом деле, ну, это не так важно. Ну, конечно, дорога-то если действительно важнее было бы иметь быстрый алгоритм для кодирования... Да. Это я признаю. Чтобы уже доказали, что вот это нужно заводить. Ну, например, давайте я забегу вперед. Для знатоков скажем, что для экспандерных кодов, в принципе, есть быстрый алгоритм декодирования. И для случайного графа. Если экспандер создавать случайным графом, то там с большой вероятностью получится хороший параметр код. Но хотелось бы все-таки удостовериться, что действительно мы выбрали хорошие случайные графы, если это хороший экспандер, там... Нет, ну, в общем, если говорить серьезно, то, видимо, вот то, что вы сначала сказали про экспандерные коды, что это уже решает все, что нужно для практики. Остальное это уже от лукавого, что мы хотим уверенности какой-то. Ну, еще большая непрактичность и далекость экономного хозяйства состоит в том, что я про АШ вообще ничего не предполагаю. Можно было бы требовать какие-то дополнительные условия от АШ, каких-то особых свойств, но у вас... Просто-то, ровно в таком виде надо решать задачу. Но в любом случае задача выглядит вполне естественно, да. Ну, ничем не будет. Значит, вот это, насколько я понимаю, в году 78-го и 79-го доказали на прокуратуру. А для этой задачи на прокуратуру доказали в сравнении недавно, в конце 90-го. Это барак. Барак? Барак. Барак. И чтобы доказать трудность этой задачи, мы будем вот эту, сами этому трудно, задачу сводить. И для этой сводимости мне было удобно эту задачу, чтобы мы держим. Барди, в принципе, доказал, что эта задача НП полная. А мы докажем, что она полна не по караку, а по... Чью-либо. По чью-либо. Ну, и вообще-то это называется сейчас по кубку. По кубку. Да. То есть у нас будет такая раковая сводимость, где мы будем использовать вызов ракову на нескольких... Несколько вопросов. Ну, вот эта сводимость у нас будет происходить в нескольких этапах. И временно мы себе простим жизнь. Такое время на упрощение стоит в том, что я хочу рассмотреть вот эту задачу не над полем Z2, а над некоторым конечным полем Z2 в степени L. Первый этап с Вадимовским будет немного жунический. Он будет сказать в том, что я вот здесь, как бы устроиться, точнее, немножко кушевит, я там некоторые условия подотру, кое-что допишу, кое-что можно подправить. Давайте я соберусь, что надо подправить. Первое подтирание я хочу сказать, что аж не равно нулю. В принципе, вопрос имеет смысл и для нулевого синдрома. Тогда этот вопрос такой. Можно ли найти кодовое слово, в котором мало не видится? Я утверждаю, что даже если ограничу не нулевыми синдрома, то это значит, что это новое, НПУ. Но тут надо вспомнить, как мы доказывали НП, НП-плантру как дверечек. Мы сводили к ней вопрос о максимальном размере разреза в графе. А к разрезу графа мы сводили задачу тресанка. И вот в этом сведении у нас как раз H, вот эти H патронные суммы получались всегда не нулевые. Вот в задаче про граф мы спрашивали, мы просили найти разрез с максимальным количеством рынка. Вот в том графе, который у нас получался, невозможно найти разрез, который рассекается против сервера. Потому что у нас в графе были три убытки. У нас там же график, кстати, такие странные штуки. В большом пяточке. А также будет еще некоторый треугольник. Так вот, мы не можем устроить такой разрез, который пересечет все ребра, входящие в один треугольник. Если я уже потерял нельзя, то вы объясняете, почему он считает, что H не равно нулю? Да. Я объясняю, почему в нашем сведении получалось всегда H не равно нулю. То есть мы там строили некоторый график и спрашивали, какого максимального разрез можно устроить в этом графике. Вот нулевое H получалось бы, если бы там можно было устроить разрез проходящегося ребра. Ну, треугольники интернатируют, чтобы не было случилось. А, давайте еще что-нибудь подправим. Давайте я здесь напишу еще несколько условий. Давайте считать, что матрица H, O, R. Это в нашем сведении уже не гарантируется, но это вроде бы можно получить совершенно бесплатно. Если оказывается, что у нас некоторые, у нас не все строки линейно-независимы, то часть строк можно просто вычеркнуть, и новая задача будет выполняться. То есть если у нас есть какая-то строка, которая есть комбинация предыдущих, тогда, во-первых, про H мы проверяем, что соответствующие H и ты, и ты компоненты. Есть линейная комбинация соответствующих компонентов в этом векторе. Если это неверно, то решение точно будет. А если это верно, ну, можно будет вычеркнуть эту строчку и зашмарить, и зашмарить. Нет, убедительно, но приходит там свежему человеку такая мысль, что ясно, что если какая-то строка линейная комбинация предыдущая, то из проверки матрицы такую строку можно выбросить, потому что решение у нас решение не изменится. Да, да. Но почему-то надо еще добавлять про это, про H. Нет, ну, формально у нас вопрос, существует и X, который гарантирует нам такой ашмарик. Ага. Ну, вот можно вычеркнуть эту строку и из H большого, и из H маленького, и решать не у нас дальше. Я помню. Да, ну, что-то еще, я думаю, что еще одно предположение будет. Что вам еще будем сказать. Ну, давайте скажем, что все слабцы разные. Вообще, если два столбца одинаковые, то это же, значит, есть вектор, который вообще веса 2, правильно? В данном случае в этой задаче нас не интересует кодовое расстояние. Ага. А у нас тут задача дикатировать. Да. Ну, вот если мы, если мы хотим изобрести X по заданным контрольным суммам H, если у нас есть два одинаковых столбца, они нам бесполезны. Но мы можем использовать какой-то одинаковые. Зачем он сталкивается? Да. Значит, единственная тонкость, вот если был H, я был бы равен 0, то два полезных столбца, два одинаковых столбца были бы полезны. Да. Так что я не зря предположил, что ваш не 0. Патрону D. Ну, и что? Да, то есть два столбца, только если мы используем два, и они только вес все равно увеличивают. А когда мы хотим минимизировать, ясно, что это точно. Да. Ну, итак, давайте это даже не буду отдельным пунктом обозначать. Вот здесь я пишу, что поскольку ранг матрицы H равен количеству строк, то всегда можно считать, что W строго меньше, чем нет. Я пишу, что это не больше, чем я буду садить. Потому что если я возьму, если мне разрешается взять M столбцов, то они образуют базисы, и из них я могу собрать все что угодно. Это, наверное, не здесь надо написать. У вас вот это WD меньше парнояр, видите, у вас написано. Да. Вот там можно, на самом деле, совсем минус один, да? Да. Давайте здесь смешу. Ну, можно еще написать, что M не больше, чем у вас в степени M, а вдруг и пригодится. Ну, поскольку ситуация абсолютно различная. Все, на этом закончена журническая часть сведения закончена. Сейчас будет некоторая свойственная конструкция. Я сейчас буду строить матрицу, надо им имя какое-то придумать. Я хочу научиться решать вот эту модифицированную задачу, используя арабскую, которая умеет решать вот эту задачу. Я просто построю матрицы, абсолютно 2, и далее HW, и узнав, узнав ранее вот этих матриц H, я узнаю, разрешение задачи. Нет, извините, поторопились. Значит, матрицы, матрицы действительно будут. Давайте я сделаю некий промежуточный шаг. Значит, промежуточный шаг, давайте я задачу. Сейчас аккумулирую еще одну. Промежуточный шаг. Задача по сумме. В этой задаче дан некоторый набор элементов из поля из 2 в степени L элементов. Альфа-1, альфа-2, альфа-L и бета – это элементы более из 2 в степени L элементов. Все базы различные. Все базы различные. И давайте еще поговорим, что это было. А также дано число D. Вопрос. Можно ли выбрать набор индексов I1, I2, I, D из интервала от единицы до N? Такие, что альфа-I1 плюс альфа-I, D. Давайте какую-нибудь другую кнопку возьму. Альфа-I1 плюс альфа-I, D, 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 D. И это будет низко. Альфа-I1 плюс альфа-I, D, 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 D. Задачу о декодировании превратим в задачу о сумме, после чего задачу о декодировании можно сделать. Задачу о декодировании сведем к задаче о сумме, да? Это простое место, на самом деле, по существу это переформулировано. Я предлагаю смотреть на столбцы матрицы H, как на элементы более 100 степеневых элементов. То есть мы там все равно используем только сложение? Да. Сейчас, одну секунду. А, а мы там умножали на вектор из нуля единиц. Умножение на вектор из нуля единиц, то существо, это означает, что мы должны отобрать некоторое количество столбцов. Умножение на вектор С, умножение H на некоторый вектор Х, это значит, что мы выбираем из матрицы H некоторое количество столбцов, складываем их и смотрим, получится ли вот это H маленькое. Ну вот я предлагаю столбцы матрицы H большое обозвать буквами альфа, а H маленькое обозвать буквами бета. А зачем это тогда, мы боролись за то, что ранг максималя, это уже не используем совсем? Задача о сумме, ничего про альфа дополнительно. То, что ранг понадобится, давайте эти всякие случаи скопируйте. А если понятно, что произошло, я предлагаю исходную задачу декодирования стереть. Ну да, когда он так вот стирается, стирается, запуск может быть. Но уж делать нечего, выбора у нас нет, я понимаю. Места не даст кем же. Я просто... Так, сейчас я хочу сводить вот эту задачу К. И тут будут вот эти обычные матрицы H синтезами. H1, H2, H, Ht. Давайте я сначала выпишу самую первую матрицу. Я сначала объясню, как устроена матрица, а потом сформулирую движение. то есть O1, H1I, 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 H2I. 1, A2I, H1I, H1I. А тут какой-нибудь там hк будет устроено так, 1, alf1, alf1 в квадрате, alf1 в степени, в степени db. Смотрим, сколько у нас здесь. Да, d. Здесь 1, alf2, alf2 в квадрате, alf2 в степени d. Таких будет много, что предпоследний столбец 1, alf2, 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 alf2 в степени d. И последний много-много мы, а в конце единица и бета. А как k участвует в определении? А, а, то есть h1 это не есть hк при k разными единицами? Не есть, вы думаете. А кто его знает, что-то не поймет. Есть, да? Ну, казалось бы, про первый столбец тут никаких сомнений нет. А про последний столбец могут быть какие-то философские споры. Надо было там написать нули или один b, но я вам все подумаю. Сейчас, значит, последний столбец, одни нули, кроме двух последних мест? Да. Так, ясно. Значит, металл для k от единицы до d. Теперь надо сформулировать левую. Количество столбцов у них у всех одинаковое, а вот строк увеличивается, да? Да. Проблема будет такая. Если задача о сумме имеет применение, то Может быть, у вас тут путаница сейчас? Потому что вот здесь у вас d используется как количество векторов, а там d вообще не понимает в каком смысле. Вот. Все-таки объясните. Вот это d, это и есть то d, которое в задаче о сумме, что ли? Почти, почти. Боюсь, я не правильно сформулировал задачу о сумме, сейчас мы это исправим. Если задача о сумме имеет решение. Да. Я, 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 я. А, да. А, да, да, да. Почти, не будем сейчас это тоже, как надо написать. Нет. 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 я хочу рассматривать для данных альфа и бета минимальная для которого есть такое представление извините давайте я произведу под терапию давайте возьмем это как раз соответствует тому что была стерка задача адекатирование а вот здесь хорошо д не превосходит улыбка то есть на самом деле мы не внимательно задача сумм еще проверяли вот именно так надо было написать нас чем меньше тем лучше да да мы как-то даже не обратили внимание формально было оставить так как есть и если и устранить сведения потери но так если буквально теперь если задача сумме имеют решение как бы у меня как бы у меня сказать что я я хочу взять минимальный час подождите-ка вас задача суммы можно сформулировать нас интересует минимальная d и поэтому бы вообще что ли можно убрать вот зачем-то нам все это задача сумме у нас было известно что она трудно даже в том случае если минимальная заведомо меньше либо равно чем м-1 это мы собираемся использовать еще раз давайте задача суммы формулирует как задача минимизация найти минимальная сумма равно бы тогда минимального качества данных и вот про это исходное данное вы хотите использовать дополнительную информацию задача будет трудной даже если нам известно заранее что туда вот что нам должно быть заранее известно чтобы собирать будущем использовать тогда зачем нам все эти условия чтобы вы меньше бравно м-1 вот так вы будете использовать я буду использовать это сейчас в сведение я буду использовать это условие в доказательстве этой ленты какой-то w-1 в том что расстояние задаваемое вот этими матрицами h оно либо d-1 либо d-2 в зависимости от того если вот такое представление либо нет иметь решение снег с некоторым давать с некоторым то расстояние соответствующим тогда расстояние соответствующая матрица hk равно k плюс 2 а иначе и вот эту лему я буду доказывать в предположении что k не превосходит m минус мы хотим решить задачу предположим левую теперь мы хотим решить задачу ассуммия значит мы для этого мы хотим значит узнать есть ли дубль в если ты меньше пара а дубль в принципе даже решать задачу минимизации мы перебираем сердце от единицы до в да и смотрите и выяснить вопрос возможно ли такое представить и для этого смотрим вот кодовое расстояние hk а для этого мы изготавливаем такую матрицу и спрашиваем у оракула какую универгую у этой матрицы какое ли соответствует кодовое расстояние говорит там k плюс 2 или k плюс 1 это только и может быть 2 2 2 варианта всегда получается 2 варианта и вот если в некоторый момент получилось кодовое расстояние надо очевидно что у них чем дальше тем она меньше с ростом к но они наоборот ну да еще если мы сложили у какой-то матрицы и получили 0 то у предыдущей тем более до слева мы пока не доказали но вроде вроде бы вы мне объяснили почему если у нас есть рамку для задачи а кодовое расстояние то по модулю лента зерна и умеем решать задачу за счет если мы сейчас успешно докажем ли мы будем знать что вот эта задача охотовое расстояние сейчас и нельзя было просто есть уж мы хотим задача минимизация как написано распознавание просто спросить там чему дисташь с индексом w и это неправильно объясняю нет неправильно это не хватало не хватает для того чтобы решать исходную задачу а декодирование стёрт нам надо было уметь решать задачу о сумме именно в таком виде для всех ты не превосходящий метро порог поэтому формально чтобы решать стёртую задачу мы должны рассматривать все ты маленькие значит вы должны изучать все потенциальные такие матрицы и про каждую из них прошут оракула по поводу задачи по поводу стыни но давайте докажем лему для матрицы h1 это должно быть просто соединить с ним должны разобраться проматываться ваша вид утверждается вот что у него равен либо не рамка вот это диск они рады да и рада прошу прощения а вот в расстоянии соответствующие матрицы равно либо двойки либо тройки и двойка бывает ровно тогда когда в это представляется в виде альфаиды плюс да возможно сейчас мы увидим что левый спортом идет неправильно это очень хорошо что мы изучать случае единицы я думаю что вот эта матрица который я здесь написал а у него ран 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 не ран кодов расстояния по единице точно поднимут дня почему не может быть скажем м можно что он очень большой вот потому что это матрица из двух строк значит у нее ран не больше чем 2 любые три значит можно найти 33 стопса которые не назовите на то есть всегда вас будет 3 на 3 или меньше до либо 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 3 но и единица единица видно что безнадежно расстояние лица поднимут кодовыми словами не больше чем 1 2 я хочу чтобы между всеми кодовыми словами в тайне было примерно одинаково примерно одинаково точно и так как раз в прошлый раз мы научились с таким сложным строить право вот это небольшое было довольно довольно усерьезное нужно было и возвести в квадрат и еще выделить на это не странно а это не странно член у нас получалось порядка и квадрате а давайте убедимся что нам это достаточно если если расстояние внешнего хода c1 есть и что происходит если расстояние внешнего хода c2 есть в первом случае мы должны верхнюю оценку взять что это будет меньше либо равно 1 2 секция всего у нас у нас вот это самое N это есть N большое умножить на N1 значит кодовое расстояние будет не больше чем D умножить на 1 2 на N большое а во втором случае не меньше чем D на 1 2 минус Эксилон да да это так не меньше чем D плюс 1 на 1 2 минус Эксилон плюс D на N большой и вот теперь если мы возьмем Эксилон достаточно маленький по сравнению D то нижняя граница она не мещель какая-то да это будет вручено то есть мы используем тот факт что зазор хоть и маленький но некоторые некоторые фиксированы и тогда по заданному D мы выбираем Эксилон выбираем внутренний код и получается что для двойничного хода c этого вычислить его кодовое расстояние нет только сейчас не правильно написали в другую сторону вот верхняя граница строго меньше нижней вот там нужно вот так да и в этом нам кстати нужно убедиться может быть это и просто но значит просто нужно понять D же у нас не константа какая-то да это не константа мы не можем просто сказать что для каждого D существует такой Эксилон что очевидно нужно как-то оценить D у нас было не больше чем WB который не больше чем N который не больше чем N значит давайте посмотрим D на 1 2 плюс Эксилон мы хотим чтобы это было меньше чем D плюс 1 на 1 2 минус Эксилон D нам задано и мы хотим подобрать Эксилон сейчас ну давайте это сделаем D на 1 2 сокращается D на 1 2 действительно сокращается получается D Эксилон меньше даже 2 2 на D Эксилон здесь минус D Эксилон здесь и 1 2 минус Эксилон да значит D значит D это не 2 D Эксилон должно быть меньше 2 D ну достаточно если оно меньше 1 2 даже будет Эксилон должно быть меньше чем 1 2 1 2 А ну понятно значит Эксилон меньше 1 4 D 1 на 4 D да ну видно что когда Эксилон маленькая здесь почти 1 2 а здесь почти 1 если то можно Эксилон нет значит можно а вопрос в том какого будет n а n будет значит порядка L квадрат на D квадрат то есть Эксилон там порядка 1 на D а m порядка L квадрат на D квадрат всего допустим то есть вся эта длинная процедура сведения вполне поднимая но при этом если не половину то по крайней мере 3 технических трудностей от вас спрятал потому что мы использовали несколько вращений к рампу поэтому у нас получалось не m сводимость а сводимость потешки а парни вот это все честно предыдует но поскольку вот задача про NP трудностей привели у нас какое-то удрученное состояние в следующий раз надо наверное рассказывать про декоративный список надо рассказать быстро про это декодирование вообще расскажешь про декодирование списком и рассказать быстро для декодирования Риды Соломона мы даже не списком умеют декодировать зачем нам декодировать ну не списком то все а потом у нас будет немножко испорченный рид словом который называется барбареж 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 декоратив